Протокол допроса личного пилота Гитлера Ганса Баура В мае 1945 года Ганс Баур был взят в плен в Берлине советскими войсками. В отношении его в СССР было возбуждено уголовное дело, материалы которого сейчас хранятся в управлении ФСБ РФ и которые были рассекречены и опубликованы на сайте ФСБ. Протокол допроса личного пилота Гитлера читает Елисеев Вячеслав. Собственноручные показания военнопленного личного пилота Гитлера Бауэра Ганса. Начиная с 1932 года я, Бауэр Ганс, являлся личным пилотом Гитлера и с этого времени совершал с ним все полеты. В 1934 году Гитлер поручил мне создать правительственный авиаотряд, командиром которого я являлся до момента капитуляции Германии в мае 1945 года. В последнее время я имел звание обергруппеншфюрера СС и полиции, что соответствует званию генерала-лейтенанта, и подчинялся непосредственно Гитлеру. При попытке прорваться из окружения Берлина я был ранен и взят в плен 2 мая 1945 года в районе Шитинского вокзала в Берлине. По своей работе мне часто приходилось бывать вместе с Гитлером не только во время полетов, но и во время обедов, ужинов и отдыха. На этих обедах и ужинах обычно принимал участие самый узкий круг лиц, состоящих из адъютантов Гитлера, и некоторых руководящих персон, в том числе имперский министр доктор Геббельс, рейхмайшал Керинг, рейхслейстер Борман и другие. С конца 1943 года Гитлер перестал есть за общим столом, так как возникло подозрение, что среди ближайшего окружения есть предатель, и отдельные высказывания за столом становились достоянием гласности. Было установлено, что вражеской разведке стали известны факты, известные самому узкому кругу лиц. В Ставке к концу 1944 года господствовал настроение взаимного недоверия. Находясь все время в Ставке Гитлера, я был в курсе основных событий, происшедших непосредственно перед окончательным крахом и полной капитуляцией Германии. В первых числах января 1945 года Гитлер из Растенбурга, Восточной Пруссии, после начала наступления на Западном фронте, переехал в Берлин. В Берлине он оставался все время неотлучно, выехав только один раз в середине марта 1945 года для осмотра войсковых частей. Он вернулся в Берлин в тот же день, спустя несколько часов. Находясь в Берлине, Гитлер еще больше отделился от нас, все больше и больше становился замкнутым, держась от всех дали и проводил все время в своем убежище. В течение дня он обычно выходил на полтора часа в сад, чтобы погулять с собакой. Распорядок его работы в Берлине был следующим. Утром в 9 часов ему приносили газеты и начинался рабочий день. Обсуждение военного положения происходило днем, в 16 часов и в час ночи. Ночью в 3 часа пили чай, после чего еще работал с 4 до 6 утра, а затем спал до 9 часов. Меня вызывали к Гитлеру только тогда, когда мне давалось какое-либо летное задание, или если у меня хотели получить справку о продолжительности полета в то или иное место. Иногда я присутствовал при последнем ночном чае, но тогда о войне говорили мало, так как Гитлер любил в часы отдыха говорить на другие темы. Во время своего нахождения в Берлине Гитлер все время поддерживал видимость оптимизма и уверенности в победе Германии. Больше всего он любил, когда министр Шпеер или генеральный архитектор Гезеллер демонстрировали ему макеты новых зданий для Берлина, Мюнхена, Гамбурга. Он целыми часами рассматривал их, давал всевозможные указания, высказывал свои замечания и пожелания. Еще в январе и феврале 1945 года проводились часто такие обсуждения, так что окружающие, я в том числе, несмотря на все ухудшающее положение, думали, что дела не так уж и плохи. И раз Гитлер занимается вопросами будущего строительства, то это означает, что мы не можем проиграть войну. Среди близкого окружения Гитлера адъютантов Ратенгубера, Фигелейна, фон Белов, генерала Бургдорф, майора Гюнши, сотрудника СД Мюллера и других, существовало мнение, которое мы неоднократно обсуждали между собой, что, видимо, у Гитлера все еще есть средства довести войну до благополучного конца. Мы предполагали наличие какого-либо нового секретного оружия, вроде атомной бомбы или лучей смерти небывалой силы, которое должно принести нам победу. Но однажды связной Хевель, доверенный человек Риббентропа, в марте 1945 года высказался как-то о перспективах войны крайне пессимистически. Министр, доктор Гебель, стал его за ужином ужасно ругать и кричать на него, так что Хевель вынужден был просить прощения. Гебель при этом все повторял. Мы все-таки войну не проиграем, если только не все будут думать как вы. В течение всего этого времени мы, несмотря на оптимистическое настроение Гитлера, Гебельса и других, между собой обсуждали вопрос возможности бегства за границу. Эти разговоры велись либо за столом, либо после обеда в комнате отдыха. При этом все видевшиеся с Гитлером, и в особенности Фегелейн, который чаще других виделся с ним, заявляли, что Гитлер ни в коем случае не согласится на бегство из Германии. Тоже говорил мне и Борман. По собственной инициативе я все же, все время старался держать в Берлине из моего отряда три самолета, «Кондор» и несколько самолетов «Юнкерс-52», на случай, если Гитлер переменит свое решение и согласится покинуть Берлин. Гебельс все время старался воздействовать на Гитлера в оптимистическом духе, так как ему совершенно ясно было, что сам он из Берлина уехать не сможет. Я слышал, как он раз сказал Гитлеру, «Если русским сбрендит в голову наступать на Берлин, то мы им здесь дадим такой бой, что им станет жарко». В первых числах апреля Гитлер в разговорах с нами дал понять, что он остается в Берлине, чтобы дать здесь решающий бой. Нам это не нравилось. Фегелеин сказал мне в связи с этим, «Этого твердолобого упрямца Гитлера нельзя убедить. Все уговоры тщетны, меня прямо тошнит от такого упрямства». Когда русские войска перешли в решительное наступление, форсировав реку Одер, более 30 батальонов фолькштурма было снято с непосредственной обороны Берлина и брошено к месту прорыва. В начале апреля все начали энергично готовиться к эвакуации. Кипы дел МИДа и имперской канцелярии складывались в костры и сжигались. Альберт Борман, начальник личной канцелярии Гитлера, снаряжал колонны автомашин и отправлял их на юг. Сам Борман уехал 15 апреля в Бергсхаден, после чего автосообщение с Берлином было прервано, эвакуация продолжалась с самолетами. Примерно 10 апреля к Гитлеру приехал попрощаться Геринг, который решил уехать из Берлина в Бергсхаден до соединения русских и американских войск. Сам Геринг пытался безуспешно уговорить Гитлера уехать. Геринга сопровождал генерал Христиан. Он сказал мне на прощание, «Вы тоже должны уехать, оставаться в Берлине безумие. На следующий день мы получили известие, что они благополучно прибыли в Зальцбург». 12 апреля в имперскую канцелярию приехала жена Гиббельса с ее детьми в возрасте от 3 до 11 лет. Она сказала мне, что Гитлер хотел ее отправить. Фобер Альцберг. Но она заявила ему, что если борьба кончится плохо, то муж ее все равно не будет жить, он покончит с собой, ибо враги его все равно будут мучить, а потом убьют, а детей отвезут в Россию в качестве экспонатов. Далее она мне сказала, «Если же все закончится хорошо, я не буду так глупа и не буду больше сидеть только дома, буду жить на широкую ногу». Примерно 18 апреля фельдмаршал Кейтель и генерал-полковник Йодель уехали, так как стала очевидна катастрофа и необходимо было организовать все силы для защиты Берлина. Они уехали за помощью после того, как Гитлер в категорической форме заявил, что при его участии в Берлине будет дан решительный бой, и что он сам разделит участь Берлина и останется здесь. До этого мы все еще питали надежду, что кто-либо из близких к Гитлеру лиц сумеет его уговорить оставить город, но все было безуспешно. Тогда стали спешно отправлять всевозможное из Берлина. Гитлер дважды отдавал мне распоряжение уехать из Берлина, но я отказался, заявив, что останусь с ним до конца и, может быть, ему еще приглашусь. На это он мне сказал, «Нет, Бауэр, я останусь здесь, и вы мне не нужны». Но я попросил его разрешения все же остаться. Что он мне и разрешил? Большие надежды мы возлагали на армейскую группу Венка. Генерал Венк должен был наступать на американцев, на Эльбе. Он был ближе всего к Берлину. Войска были очень хорошо вооружены. Было послано обращение к Гиммлеру и гросс-адмиралу Денитс предоставить всевозможные силы для защиты Берлина. Денитс немедленно прислал 800 солдатов, прибывших частично на самолетах. Радиосвязь с Верховной Ставки действовала плохо. Антенну все время разрушал артиллерийский огонь. Борман 20 апреля передал несколько радиограмм Гиммлеру о тяжелом положении Берлина и Гитлера. Он просил принять все меры, так как решается участь фюрера, а следовательно и всего дела. Ответа на радиограмму не было, но 24-го удалось связаться с Гиммлером по телефону, и он предложил нам держаться. Движение к Берлину армии Венка было остановлено русскими войсками, которые собрали против ее группы большие силы, и мечты, что Венк будет освободителем Берлина, рухнули. В 9 часов вечера, 22 апреля, полковник фон Белов сообщил мне, что Гитлер вызвал к себе генерал-полковника Шернера. Он должен быть в 10 часов. Я не видел, когда прибыл Шернер, но в 12 часов ночи, находясь с адъютантом Шауб на кухне у Фрейлин Борчани, диетическая повариха Гитлера, к нам пришел Шернер. Мы пили вместе кофе, он приветствовал Шауба, как старого знакомого, и сказал нам, Я целый час был у Фюрера, положение, правда, отчаянное, но потерять надежду, справиться с ним тоже неверно. Если будет соучислен план, так как это мне сказал Фюрер, то вы вырветесь из окружения. Я часто попадал в такие затруднительные положения, а все еще жив. Он пробыл с нами полчаса, а затем улетел на своем Хенкеле. Гитлер говорил мне, Шернер молодец, настоящий мужчина. Если бы я слушал все эти жалобы офицеров, то мне пришлось бы его постоянно наказывать. Но за его успехи на фронте можно и не обращать внимания на его недостатки. Последним самолетом 24 апреля был отправлен профессор Морель, личный врач Гитлер. Морель совершенно не мог переносить бомбежку и артобстрелы, и с ним делались нервные припадки. Связь с Гиммлером осуществлялась через генерал-лейтенанта СС Фейгелина. Он был женат несестре Евы Браун, жена Гитлера. Еще 22 апреля Фейгелин летал к Гиммлеру и вернулся на следующий день на учебном истребителе. На следующий день он хотел опять лететь, но не сумел добраться до аэродрома и вернулся обратно. Генерал Райтенхубер 27 апреля сказал мне, что Фейгелин пропал. Было установлено, что он сидит в своей квартире в штатской одежде. Гитлер его вызывает, а он не хочет приходить, он сильно пьян, и посланные люди вернулись ни с чем. На улице уже находятся русские. Было решено, что он или хочет бежать, или перешел к русским. После повторных вызовов Фейгелин вечером явился в канцелярию. Здесь он по приказанию Гитлера был допрошен правительственным советником Хейгелем, генералом Райтхумбером. Как я узнал от Хейгеля, Гитлер приказал его разжаловать, а Борман мне потом сообщил, что Фейгелин приговорен к расстрелу. Он был расстрелян в саду Министерства иностранных дел. В это же время стало известно, что Гиммлер связался с англичанами и ведет с ними переговоры. Не подтвердил это Борман, заявив, что и английское радио уже сообщает об этом. Для нас стало совершенно ясно поведение дивизии Штейнера, которая выступила на помощь Берлину из Оренбурга. И вдруг соединения прошли мимо Берлина, не принимая участия в боях. Говорили об измене со всех сторон. Нас оставили на погибель, как в мышеловке. Еще до случая с Гиммлером, находящимся в Померании, Геринг находился на юге, вступил в переговоры с западными державами в заключении мира. Свои действия он мотивировал тем, что он, Геринг, может договориться, так как ничем себя не запятнал. Гиммлер, мол, не может этого сделать, а Гитлер не хочет. Когда об этих переговорах стало известно Гитлеру, он дал приказ Борману посадить Геринга под арест, что и было выполнено. Герингу была послана телеграмма. То, что вы сделали, является изменой родине и наказуемо смертью. Но принимая во внимание ваши заслуги перед государством, «Я не применю к вам этого наказания, если откажетесь от всех ваших должностей и чинов». Текст этой телеграммы мне сообщил Борман. Геринг выполнил этот ультиматум и прислал заявление об отставке. Приказ об аресте был отменен. «Русские войска 27 апреля уже подошли к Потсдонскому вокзалу, и с тех пор я больше не выходил из бомбоубежища канцелярии». Как воспринял Гитлер весть о предательстве Гиммлере, мне неизвестно. Ева Браун, как я сам слышал, находясь в передней бомбоубежище Гитлера, при этом известие заявила, значит, все-таки придется умереть. Когда стало известным, что русские войска находятся на Поддонской площади, жена Гиббельса сказала мне, «Каждый вечер я кладу шприц с морфием и черными ядовитыми пилюлями на стол, чтобы немедленно воспользоваться ими, если ворвутся русские». Эти пилюли она получила от Гиммлера. Они убивают моментально, такие же пилюли дали Гитлеру. Гитлер отравил ими своих собак. Сам я этого не видел, но посол Хевель рассказывал мне, что они действуют мгновенно. Пилюли положили собаке в рот, и в ту же секунду она упала мертвой. Женщины, находившиеся в канцелярии, Ева Браун, жена Гиббельса и две секретарши, обычно сидели вместе. Ева Браун сказала 26 апреля, что на случай, если придет конец, она завещала все свои драгоценности и вещи близкими своей сестре. Она успела послать их самолетом в Мюнхен. Была спокойна, и только когда застрелили ее Шурина, Фегелена, она потеряла голову и бегала по комнатам, говорила, что этот Герман совсем сошел с ума. Моя бедная сестра скоро должна родить. Это ужасно. Только 29 апреля я узнал, что Гитлер заставил Гиббельса его обвенчать с Евой Браун. Этот факт был проведен незаметно, так что для нас всех это было неожиданно. После этого я уже госпожу Гитлер Браун не видел. Ева Браун я знал около 10 лет. Она была директрисой ателье Гоффмана. Гоффман – фотограф Гитлера. О том, что Гитлер жил с ней, я узнал лишь в 1938 году. Мы все считали, что Гитлер провел это венчание после того, как она решила умереть с ним вместе, с тем, чтобы о ней не говорили, что она любовница Гитлера. Таким образом, к концу апреля в бомбоубежище имперской канцелярии из лиц близкого окружения Гитлера оставались еще следующие. Борман – имперский министр Гебель с семьей, генерал Бургдорф, группенфюрер Мюллер, статс-секретарь Науман, посол Хевель, адмирал Фосс, генерал-лейтенант Ретт Хаунберг, доктор Штоунфегер, хаут штурмфюрер Шетли, командир отряда личной охраны, тюдманфюрер Ленге, старший коммердинер, штурмфюрер Гюнгшо, адъютант Ева Браун, госпожа Кристман, госпожа Юнг, секретарша Гитлера, фрейлин Мельчани, диетоповар, штандарты фюрер Кемке, шофер, сотрудники канцелярии Бормана, мой адъютант полковник Бец, профессор Геазе из лазарета, бригады фюрер Монке, лица из личной охраны и работники СД. Несмотря на серьезность положения, мы еще 28 и 29 апреля не знали окончательных намерений Гитлера. Только 30 апреля во второй половине дня он меня вызвал вместе с моим адъютантом, полковником Бенц. Гитлер встретил меня в передней и провел к себе в комнату. Он подал мне руку и сказал, Байер, я хочу с вами проститься, я хочу поблагодарить вас за все годы службы. Этот портрет на стене короля в Тридриха, нарисованный Рембрандтом, я дарю вам на память. Это мой самый любимый портрет, постарайтесь выбраться отсюда. Где ваши самолеты? Очевидно, еще в Рейлихне, мой фюрер. Вы не можете этого сделать, ибо тогда все развалится через несколько часов. На что Гитлер отвечал, Я назначил Гройс Адмирала Денитса своим преемником. Он окончит войну. Мои солдаты не могут и не хотят больше держаться. Я больше не могу этого выносить. Далее он заговорил, что русские находятся на Поддонской площади и, применив высыпляющий газ, могут захватить его живым. Я распорядился, чтобы мой труп и труп моей жены были немедленно сожжены, иначе они с ним еще будут делать что-либо подобное, как с Муссолини. Его они повесили всем на показ. Когда-нибудь впоследствии придется написать на моей могильной плите. Он пал жертвой своих генералов. Я и Бейтс молча пожали Гитлеру руку и вышли. Его жену я уже больше не видел. За последнее время Гитлер почти совершенно не выходил из своего помещения. Военную обстановку ему докладывал генерал Вейдлинг в присутствии Геббельса, Бормана и адъютантов. Иногда присутствовали другие генералы. Он очень постарел и осунулся. Руки его дрожали. Для меня было ясно, что им принято окончательное решение покончить с собой. После посещения Гитлера я с Бейтсом пошли уничтожать свои бумаги и готовиться к немедленному ходу из имперской канцелярии. В тот день была еще возможность выхода из Берлина в западном направлении. Я достал себе маскировочный халат и рюкзак, уложив свои вещи, через два часа после разговора с Гитлером вернулся в бомбоубежище Гитлера для того, чтобы получить у штурма фюрера Линге обещанный мне портрет. Передняя личная комната была сильно накурена. Несколько человек из охраны СС возбужденно бегали взад и вперед. Я спросил, все кончено? Да. Где трупы? Их завернули в одеяло, облили бензином и они уже горят наверху в саду имперской канцелярии. Далее они сказали, что Гитлер застрелился из армейского пистолета 9-ти миллилитрового калибра. Кто-то сказал, надо вытереть лужи крови. Из присутствующих в помещении в это время я запомнил следующих. Геббельс, Борман, Ретт Хоубер, посол Хевель, некоторые лица ССД. Я был чрезвычайно потрясен случившимся. У меня не оставалось ни малейшего сомнения в том, что все кончено и Гитлера уже нет в живых. Когда я прощался с Гитлером, было около 6-7 часов вечера. Вновь вернулся я в убежище в 9 часов. Линге снял портрет и мы вынули его из рамки. Двор канцелярии находился в это время под сильным артиллерийским обстрелом и я не пошел наверх. Борман распорядился мне подождать с уходом. Был срочно вызван генерал Раух, командующий обороной западных районов города. В 11 часов вечера генерал Бейтлинг доложил Геббельсу обстановку. Затем доложили о положении Аксман, Науман и Монке. Обсуждался план прорыва на запад при поддержке танков группы Монке. После прорыва предполагалось на моих самолетах из города Рехлин вылететь в город Фленсбург, к Денницу. Выступать предполагалось вечером 1 мая. Перед смертью Гитлер дал Борману письменные или устные указания о дальнейшем продолжении борьбы. Геббельс также дал указания Борману, и он мне сказал, что бои будут идти до тех пор, пока не кончатся переговоры. Посол Геббель 1 мая сообщил мне, что якобы в имперской канцелярии был русский параментер, но Геббельс не согласился на капитуляцию. Около середины дня были получены сведения, что русская артиллерия заняла позиции в Тиркартене, и отход на запад был отрезан. Тогда для отхода был выбран северный маршрут по туннелям метро к городу Оренбургу, к танковой дивизии СС Штейнера. Мне посол Хеббель заявил, если мне не удастся прорваться вместе с вами, то я застрелюсь, так как русские будут из меня все выжимать, как из лимона. Хотя я сам во многом был не согласен с Риббентропом, во избежание допросов я должен застрелиться. Как мне сообщили в лагере, Хеббель застрелился 2 мая. Начальник управления личного состава армии генерал Фурдорф на мой вопрос, пойдет ли он с нами, сказал мне, что это не имеет смысла. У него больные ноги, и он уверен, что русские его убьют. Уже лучше он сам это сделает. И как я впоследствии узнал, он застрелился в имперской канцелярии. Группенфюрер СС Мюллер еще 30 апреля, после смерти Гитлера, сказал мне, что и он вместе с еще двумя сотрудниками СД застрелится. Для тебя, Байер, уйти отсюда имеет смысл, как пилоту. Тебе не приходилось никого арестовывать или расстреливать. А я ввел следствие по делу заговора 20 июля и делал еще кое-что, о чем я не имею права тебе говорить. Если встретишь Гиммлера, то скажи ему, что мы были ему верны до последнего вздоха. Находясь в плену от монтера Хеншеля, я узнал, что Мюллер и еще два его сотрудника застрелились в имперской канцелярии. Вечером 1 мая в 8 часов я со своим эдитантом Бетцем явился к Геббельсу, чтобы проститься с ним. Он мне сказал, Байер, будет очень трудно выбраться отсюда. Если вы встретите гроз адмирала, то скажите ему, что мы умели не только бороться за жизнь, но и сумели умереть. Жена Геббельса стояла при этом совершенно подавленная и бледная. Находившиеся в имперской канцелярии были разбиты на боевые группы, которые с 9 вечера стали незаметно для русских покидать убежище. Меня включили в группу генерала Реттенхобера. Мы вышли в 10 часов вечера через служебный ход на Фош-трассе и спустились в туннель метро на станции Казиорхов. В темноте мы заблудились и вышли к станции Жандарменмаркт вместо станции Фриденштрассе. По горящим улицам дошли до вокзала Фриденштрассе и выйдя к противотанковым заграждениям мы встретились с Борманом и Науманом. Вокзал Фриденштрассе находился под сильным артиллерийским обстрелом. Нас сильно обстреливали из пулеметов, которые русские расположили в здании Министерства финансов. На моих глазах был убит правительственный советник Хегель. Наступил день 2 мая. Мы двигались в направлении Шарите. Из-за обстрела нам пришлось вернуть к штатинскому вокзалу. Нас обстреляли из здания Рейхстага. Я был ранен в 12 часов утра, а в 16 часов был найден русским патрулем и взят в плен. Находясь в лазарете в городе Познань, я узнал, что мой адъютант полковник Бетц был ранен в голову и умер. От генерала Радхембера я уже в плену узнал, что им удалось пробиться через главную линию боев под валами зданий. И они достигли Шенсхайзер-аллеи, где и были взяты в плен. Заведующий хозяйством Гитлера Кенненберг в плен не попал, так как, насколько мне известно, он уже в апреле месяце в имперской канцелярии не был, а занимался вывозом дорогих вин и серебра, предлежащих Гитлеру, в город Дрезден, а затем переправили те драгоценности в город Мюнхен. Обер-группенфюрер СС и полиции Бауэр Ганс 22 декабря 1945 года Допрос произвел старший оперуполновочный первого отделения ОУ ГУПВИ НКВД СССР Савельев.